Всем привет, войны света и тьмы! С вами, как всегда, ArtRadio. И в сегодняшнем ролике я хотел бы вам рассказать про очень новое классное нововведение, которое сейчас находится еще, конечно, на альфа-тестировании, то есть это еще в раннем-раннем зарождении. И когда это точно выйдет, пока никто об этом не знает, но прогресс уже есть, и это хорошо. Это относится, ребята, к переводу для нашей любимой финалочки, а именно команда ребят из Tataru Helper сейчас занимаются очень активно переводом интерфейса. Об этом я уже писал в сообществе на YouTube, но, как вы знаете, YouTube довольно криво с этим работает, то есть может и уведомить, а может не уведомить об этом. Поэтому я решил сделать вот такой вот ролик без подготовки в плане текста, просто вам рассказать, что есть такая вот классная вещь и то, что это нужно реально ждать, потому что многим это будет очень полезно, в основном тем игрокам, которые, ну, не хотят входить в эту игру из-за того, что тут просто один английский язык. Вот, как вы видите, здесь вот у нас получается их Discord сервер, вот куда вы можете, собственно говоря, вступить. Все ссылки я оставлю, как обычно, в описании. Я очень советую этих ребят поддерживать, потому что они действительно делают прям огромный труд в плане перевода для игры. Татару Хелпер — это единственная, скажем, идеальная альтернатива, ну, не то чтобы альтернатива, а единственный переводчик в принципе, который работает хорошо и действительно переводит прекрасно. Конечно, есть еще Экоглашин, или как-то так он там называется, да, который работает через Даламудовские плагины, но у него есть определенные, как бы, косяки. Во-первых, очень часто провисает игра, когда что-нибудь там переводится и так далее, и так далее. В общем, ну, Татару Хелпер пока что number one, и лучше, как бы, ничего такого пока что на рынке в плане модификации, которая может позволить, да, перевести игру, хотя бы сюжет. Увы, пока нет. Поэтому пользуемся вот таким вот делом. Поэтому я очень советую этих ребят поддерживать, вот, в случае чего переходите к ним на сервер, вот. Здесь вы можете их поддержать, все определенные там ссылочки на то, чтобы там их поддержать, есть вот тут вот в донатах, если вы хотите их как-то отблагодарить за их труд, вот, потому что все эти ваши, получается, внесенные денюжки пойдут на развитие данного проекта, на определенное внесение каких-то корректировок, на выведение чего-нибудь нового, ну, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, если вам это дело интересно, то обязательно заглядывайте. Понятное дело, это никакая не реклама, это исключительно просто на энтузиазме. Поэтому, ребят, имейте это в виду. По поводу перевода, как я уже говорил ранее, сейчас этим занимается пока что один человечек, вот, с этим ником EnderWatt, 80%. Он занимается локализацией интерфейса игры. Проект, то есть, совсем недавно зародился, поэтому очень еще много работы надо будет сделать, чтобы действительно это дело все работало. Поэтому, ребята, если вы в случае чего хотите как-то поучаствовать, помочь, получается, с развитием этого проекта, и хотите вот действительно, чтобы все это дело выглядело и было на русском языке, то есть, как вы видите сейчас, вот, например, когда вы заходите, да, на вашего персонажа, и когда вы стоите в очереди, вы видите то, что тут все на русском языке написано, и это реально круто. То есть, это не перевод через Google, это действительно нормальный интегрированный перевод, который уже делают сами люди, которые его сюда вносят. Вот, как я понял, все это делается путем через изменения. Специально есть программа, которая все это дело меняет. Я сейчас даже это покажу на нашем сервере. Спасибо большое еще раз за наводку Виталию. Вот, то есть, это все дело, получается, устанавливается через программу TextTools, и, опять же, это доступно пока что людям, которые попали в первую волну альфа-тестеров. Вот, если кому это вот интересно, в следующий раз будет новая волна альфа-тестеров, которые смогут также в этом деле поучаствовать. Вот, я, увы, конечно, не успел в этом деле поучаствовать сейчас, то есть, сейчас я вам это все дело показать не могу, но оповестить о том, что вот как это все дело выглядит, вы хотя бы можете вот сейчас это все и увидеть. Как видите, часть, конечно, каких-то моментов не переведено, потому что кое-где шрифт не позволяет это перевести, то есть, будет рядом находиться перевод черектора как персонаж, да. То же самое касается некоторых других под всяких разделов и так далее, и так далее. Но, опять же, как видите, атрибуты, сила, ловкость, живучесть и так далее, вот это вот все дело, в общем, переведено и выглядит очень хорошо. Ну, то есть, человек, который заходит сюда, как вы знаете, да, новичок, ну, вот, серьезно, он просто от этого будет такой, типа, не, спасибо, я пошел отсюда, вообще ничего не понятно. Вот, а сейчас, ну, вот, серьезно, если посмотреть, оно реально очень классно все выглядит, и действительно будет проще намного людям ориентироваться. Пусть даже это будет не все переведено. Некоторые названия предметов будут пусть на оригинальном английском языке, потому что, как вы знаете, ну, многие, как бы, предметы хочется искать на английском языке, и это будет проще. Потому что, например, мы, если будем все переводить на русский язык, то многие игроки, которые играют очень давно, но и которые захотят попользоваться данным переводчиком, это, по сути, аналог того же RU-S, а только пока что очень урезанный аналог. Там можно было выбирать, англоязычная версия предмета была, либо русскоязычная версия предмета. Вот, но пока что дело все, как бы, устаканивается на том, то, что название предметов на английском, и я думаю, что они останутся на английском, потому что, ну, это очень логично, оставить их на оригинальном языке. Вот, и выглядит это все, ну, реально достойно. То есть некоторые, конечно, вот переводы по принципу верхняя ля ноша, западная ля ноша звучит очень странно, но я думаю, что тоже это можно будет оставить на английском языке, потому что, ну, ля носки там правильно вообще, да? Ну, ля ноша выглядит очень довольно забавно. Вот, и все эти вот моменты, подпункты, меню, настройках, в особенности настройки, кстати, да, куда вы заходите, и там много всякого непонятного, теперь вы сможете понимать, как это все дело выглядит. Вот, ребят, такие вот небольшие изменения насчет этого дела, и, скажем так, огромный, на самом деле, уже прогресс в плане перевода, и я очень надеюсь, что у ребят все получится. И в ближайшее время, как мне смогут предоставить альфа-доступ ко всему этому делу, я обязательно покажу все эти изменения на примере своей игры, своего персонажа, то есть хорошо это все вместе с вами посмотрим. Я сделаю на этот счет отдельно ролик, в котором все это дело покажу, расскажу. В принципе, там ничего особо, как бы, рассказывать не надо будет, но, опять же, просто затронуть хотя бы со стороны, посмотреть, как это все дело, на какой стадии находится. Поэтому, если вы хотите помочь в исправлении ошибок, в поиске ошибок, то есть побыть альфа-тестером полноценным, и довести проект до бета-состояния, то заходите к ребятам на сервер, ссылку я оставлю в описании, и тут вы сможете через Dark One ему написать, либо, скорее всего, как-то все это дело тут можно будет оставить. Вот тут я точно не скажу, по правилам, я думаю, можно будет все это почитать. Вы можете вступить в ряды альфа-тестеров, во вторую волну, которая будет скоро уже, и все это дело уже сами сможете поощупать. Вот, ребят. Поэтому, опять же, огромный еще большущий респект ребятам-разработчикам и всем, кто занимается, в принципе, проектом Татару Хелпер, без них бы, ну, серьезно, большая часть аудитории у финалки русскоязычной бы не было. Вот, на этот счет, что я хотел все ребят сказать. Спасибо вам большое за просмотр. Как обычно, там, ставьте лайкосик, не лайкосик. Вот, без текста, как видите, я звучу довольно, наверное, странно, без подготовленного, но мысли вслух всегда звучат, как мне кажется, интереснее. Пусть и намного сковерканней, и много лишней воды появляется. Вот, также не забывайте, ребят, вступать на мой Discord сервер также. Вот, он очень классный, тут очень интересно. В общем, заходите, тут всякая ништячная штучка есть, обновления, и прочее-прочее. Классная ерунда, вот. Ну, и дополнительно вы можете там вступить во Free Company. Короче, вы поняли, да, ребят? Все. Всех обнимаю. Be smile and happy, my friends. И увидимся с вами на просторах RTE. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова